МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире первого мутищенского информационная программа День в студии Анны Раченковой. Смотрите в первой части выпуска. Сотрудники метро «Вагон Маша» отметили профессиональный праздник. Рождается Зудочникова Елена Ивановна. Промежуточные итоги работы подвели на мутищенском водоканале. А в деревне Красная Горка специалисты МАЭСК проверили показания счетчиков. Сотрудник приходит, проверяет правильность подключения. А теперь об этом и многом другом. Более подробно. Машиностроение – основа промышленности любого государства мира, ее интеллектуальный потенциал. От уровня развития этой сферы зависят важнейшие удельные показатели валового внутреннего продукта страны. В последние годы после длительного спада в отрасли наметился подъем. Свой профессиональный праздник отметили на метро «Вагон Маш». И, надо сказать, успехи нашего крупнейшего предприятия машиностроения заслуживают самой высокой оценки. За добросовестный тур, высокий уровень профессионализма и в связи с профессиональным праздником Днем машиностроителя награждается Дудочникова Елена Ивановна. Старший мастер ученства цеха номер 121. Метро «Вагон Маш» сегодня переживает второе рождение. Еще пять лет назад об этом можно было только мечтать. Перспективы выглядели туманно. Но теперь уже достигнуто то, что представлялось чем-то отдаленным. За два года увеличение объемов производства почти вдвое. Более 600 вагонов выйдут к концу 2018 года из цехов завода. И каких вагонов! Новые модели становятся настоящими брендами всей нашей машиностроительной отрасли. Вы нам даете, мы те, чем называться правом столицы. А знаете, столицы чего? Столицы метровагоностроения. Ни один другой город в России это звание носить не может. Спасибо вам за это. Матичинские вагоны, известные в Европе и в Азии, это разные климатические условия, разные традиции, но всегда высочайшее требование к качеству. В этом отношении можно сказать, что на заводе происходит настоящая технологическая революция. Год назад на линии вагоносборочного цеха стартовал проект «Эталонная линия». Время сборки одного вагона снижено со 158 до 64 часов, а уровень качества по предъявлению оценивается в 98%. Закупается новейшее оборудование. Все технологические процессы проходят под самым жестким контролем качества. Но это только начало нового технологического обновления, и все это предстоит освоить им, рабочим и инженерам легендарного завода. Сегодня уже ясно, завод вышел на тот ритм производства, который позволяет ему вписать еще не одну славную страницу своей истории. Сергей Берзин, Олег Степанов, информационная программа «День». 16 предпринимателей получили субсидию на развитие социально ориентированных предприятий или модернизацию производства в 2017 году. Такая поддержка малого и среднего бизнеса возможна благодаря муниципальной программе предпринимательства городского округа «Мытища», которая действует уже 8 лет. На днях был объявлен очередной конкурс. Первые претенденты на выплату из муниципального бюджета, призванную помочь бизнесу, есть. Кто они, знает Надежда Трифонова. Центр современного развития и творчества «Анра Квантум», на днях распахнувший свои двери для мытищенцев, один из претендентов на субсидию из муниципального бюджета. На сумму до 600 тысяч рублей может рассчитывать предприниматель, желающий модернизировать производство или развивать социально ориентированное предприятие на территории городского округа «Мытища». Наша новая знакомая Татьяна Краснова как раз представляет такой бизнес, следующий одному из перечисленных критериев. Мы подаем на субсидирование, потому что наш проект очень социально направлен. Мы затрагиваем практически все слои населения детей, взрослых, и взрослых, которые с возрастом уже 50+. И надеемся, что все-таки нас, руководство города Мытища, поддержит в этом. Занятия по душе здесь найдут и дети, и взрослые. Самым маленьким создателям центра предлагают заняться изобразительным, прикладным творчеством, освоить робототехнику и 3D-моделирование. Подросткам и взрослым больше понравятся тренинги и деловые игры. Особый подход к женщинам. Для них создан специальный клуб, на собраниях которого приглашенные специалисты будут отвечать на вопросы, касающиеся воспитания детей, семейного климата, профессионального и личностного роста. Очень удобно, чтобы ребенок был занят в кружке, и мы параллельно тут занимались. Это очень здорово, чтобы было время и на себя в том числе. Словом, налицо все признаки социально ориентированного бизнеса. А значит, у создателей центра есть все шансы компенсировать за счет муниципального бюджета затраты на ремонт этого помещения и его аренду в текущем году. В рамках социального предпринимательства у нас широкий спектр затрат, которые можно субсидировать. Это, как я сказал, аренда помещений, ремонт, приобретение собственности, приобретение основных средств, мебели, научно-методических материалов и так далее. В рамках направления модернизации можно субсидировать затраты, понесенные в текущем году на приобретение оборудования и модернизацию какого-то производственного цикла. За такого рода поддержкой мытищенские предприниматели могут обращаться в администрацию городского округа до 17 октября. Замечу, в прошлом, в 2017 году, субсидии в рамках муниципальной программы предпринимательства городского округа мытищи получили 16 предпринимателей. Надежда Трифонова, Денис Петров, информационная программа «День». Залог успеха любого предприятия в умении строить правильные, четкие планы и своевременно подводить итоги выполненной работы. Далее в нашем выпуске – результаты деятельности мытищенского водоканала за 8 месяцев 2018 года. Алла Сталаева расскажет подробнее. Этот эксклюзивный фонтанчик находится на территории водоканала уже много лет. Жители не спутают его ни с чем другим. А еще памятник Екатерине II. Ведь по ее приказу был проведен первый в Москве и в России водопровод от ключевых источников города Мытищи в Москву в 1779-1804 годах. С тех пор многое изменилось. Сейчас водоканал – современная и развивающаяся организация, руководит которой Сергей Кремешков. Жители городского округа Мытищи знают водоканалу. На будущий год будет уже 215 лет. Это богатейшее предприятие с огромнейшими традициями. Мы подвели уже итоги 8 месяцев 2018 года. Есть положительные моменты, а есть моменты, определенные недостатки, которые надо устранять. Территория водоканала большая. Здесь сохранились многовековые липы и прекрасные образцы промышленной архитектуры конца XIX века, созданные Максимом Геленгером. Сейчас мы идем мимо котельной. Это старейшее здание 1898 года постройки. Здесь располагается котельная, а дальше главный водозаборный узел и лаборатория. А вот и лаборатория. В год специалисты проводят здесь более 8 тысяч проб воды. Вся подаваемая абонентом вода проходит производственный контроль качества. Программа утверждена и согласована с Роспотребнадзором. Помимо регулярного контроля, проводятся также отборы проб воды по просьбам граждан, в том числе и по обращениям с портала Добродел. В мытищах вода хорошая. И она считается лучшей в области. И хотелось бы, конечно, чтобы так было всегда. Конечно, есть жалобы от потребителей, с которыми мы работаем. Мы выезжаем по всем жалобам, общаемся с управляющими компаниями. За 8 месяцев 2018 года отремонтировано 10 водопроводных колонок. Произведен капитальный ремонт 17 насосов. Выполнен ремонт 4 артезианских скважин. Переложено 506 метров водопроводных и 150 метров канализационных сетей. Промыто более 19 километров водопроводных и почти 12 километров канализационных сетей. И это еще не все цифры. Предприятие успешно справилось с подготовкой к осенне-зимнему периоду. По программе капитального ремонта мы выполнили значительный объем работ. Переложили 1400 метров водопроводных сетей. Это наши улицы, на которых происходило наибольшее количество утечек. Это улицы Сосновы, Лермонтово, Челюскинская, Яуская аллея, Куйбышево. Не забывают и про обновление автопарка предприятия. В апреле приобрели три единицы спецтехники. Два автомобиля в настоящее время служат передвижными мастерскими. Одна – каналопромывочная машина для нужд отдела канализационных сетей. Автомобили повысили скорость и качество устранения аварийных ситуаций на территории городского округа. Прогуливаясь по территории Мысичинского водоканала, нам показали свежепосаженные деревья – яблони и туи. И как раз эта дорожка ведет к месту протяжения сотрудников во время перерывов и отдыха. Мы в этом году закупили, смонтировали шатер такой 12 на 6, где установили телевизор, чтобы можно было людям посмотреть, кулер с хорошей водой, настольные игры, шахматы, шашки, настольный теннис. А за шатром уже виднеется новая спортивная площадка, которая также появилась в этом году. Современное покрытие закуплено специально для игр. Здесь же проводятся дни здоровья и устраивают различные спортивные состязания. У нас минимум два раза в день, значит, по вторникам и четвергам. В основном в обедный перерыв люди приходят и занимаются спортом. Вот. Ну, кто хочет – субботу, воскресенье, в конце рабочего дня. Ну, почему нет? Вот, допустим, сегодня прекрасный осенний и солнечный день. Вот. В такую погоду, вместо того, чтобы там, значит, ложкой обедать, значит, люди занимаются спортом. А на другой площадке сотрудники играют в волейбол. Сейчас как раз обеденный перерыв. У нас команда есть, женская команда волейбольная, мужская, футбольная есть команда. У нас дни здоровья регулярно происходят. Вот сколько у нас, две недели назад был день здоровья, вызывали Мособлэнерго на боймы. Спорт – а как? Люди же физически работают. Отдыхать надо тоже физически, значит. Впереди у Матичинского водоканала большие планы. Так, например, уже в этом году намечена сдача нового объекта. Это северный водозаборный узел, который будет подавать 9 тысяч кубических метров воды в сутки для нужд микрорайонов 15, 17 и 17А, 25 и 25А городского округа Матища. И, конечно, главная задача организации – обеспечивать округ качественной водой. Алла Сталаева, Андрей Капустин, информационная программа «День». Сотрудники электросетевой компании регулярно проверяют показания счетчиков для выявления неучтенного потребления электроэнергии. Также специалисты контролируют срок службы счетчиков. Очередная проверка состоялась в деревне Красная Горка. С подробностями Дарья Ильинская. Регулярно сотрудники электросетевой компании приходят к абонентам, чтобы проверить показания счетчиков энергоучета. А если, как в этом случае, жильцов нет дома, то оставленное уведомление позволит им вовремя оплатить электроэнергию и не попасть в список должников. Но есть и те, кто отказываются открывать дверь даже после заблаговременных объявлений о предстоящей проверке и предъявлении удостоверения сотрудников МАЭСКО. Если абонент не открывает нам дверь, мы его предупреждаем о том, что согласно договору, заключенному с энергосбытом, доступ к прибору учета он обязан предоставить сотрудникам. Подобная проверка показаний направлена не только на выявление неучтенного потребления электроэнергии, также сотрудниками проверяется срок эксплуатации прибора учета. Мы всегда предупреждаем абонентов о том, что вам необходимо заменить счетчик, потому что установленная мощность – это намного дороже, чем потребление по счетчику. Замена счетчиков осуществляется за счет собственников жилья. Есть несколько вариантов, какие компании могут счетчики заменить. Московская областная энергосетевая, энергосбыт или другая организация, которую выберут жители. Но и в этом случае после установки прибора необходимо пригласить сотрудников МАЭСКО. После замены, скажем так, не нашими сотрудниками, наш сотрудник приходит, проверяет правильность подключения, соответствие счетчика стандартам, пломбирует его и передает документы в энергосбыт. Приборы учета могут быть установлены внутри дома или на улице. В этом случае специалист может снять показания даже без жильцов и сразу занести всю необходимую информацию в базу данных. Развивается и интеллектуальная система, когда показания счетчиков можно получить дистанционно. Дарья Линская, Денис Корнев. Информационная программа «День». Смотрите во второй части выпуска. Приключения болгар в мытищах в репортаже Дарьи Елинской. Сотрудники УКБ КП прошли вакцинацию против гриппа. Это очень нужно, вот именно прививаться. Художники Максим и Сергей Сидоренко провели мастер-класс для мытищенцев. Рисуют очень похоже, как будто это фотография, только очень живописная. Жители округа выбирают активный отдых. А теперь об этом подробнее. Завершилась неделя пребывания делегации из Габрова. Школьники приезжали в мытище в рамках программы образовательного обмена. За время своих подмосковных каникул они познакомились с достопримечательностями, побывали на приеме в администрации и устроили болгарский вечер. Национальные танцы банятся и не только. В специальном репортаже Дарьи Елинской. Уже почти 16 лет длится дружба между Габровой и мытищами. А с прошлого года она стала еще крепче, когда к международному общению подключилась молодежь. Школьники быстро нашли между собой общий язык и с тех пор стали ездить друг к другу в гости. Я хочу сказать большое спасибо директору и все люди, которые помогают ее в 29-е школу, потому что они заботятся за нами и за наши детей как мамы. Программа пребывания делегации была насыщенным. Увидеть красоты столицы, музеи, познакомиться с мытищинскими достопримечательностями, узнать об особенностях образования и культуры – все это предстояло сделать за неделю. Мне очень надо, чтобы быть здесь, чтобы есть возможность быть в этой школе, чтобы есть возможность подушиться с русскими молодежами, чтобы были друзья с ним и научились на русском культуре и на все их русском трите. Для участников делегации – это поездка первой знакомства с Россией. Как они сами говорят, даже Гугл не передавал всего великолепия и масштаба самой большой страны в мире. По-новому болгарские школьники открыли для себя историю, особенно те ее моменты, которые касаются всех стран. Экскурсия в музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе тоже много расставила по своим местам. Мы это учились в школе, но когда увидели все это, когда слышали всю эту историю для России, как было для них от другой страны, мы просто были, мы сейчас смотрим, я думаю, все этот от другой уголь. Незнакомая и окутанная разного рода домыслами и сплетнями страна в реальности оказалась для болгар красивой и очень дружелюбной. Мы приехали, не зная никого. Здесь мы познакомились с новыми людьми, такими приятными для нас. Они помогают нам во всем и так добры, что это позволяет чувствовать нам себя здесь, как дома. А вот как у болгар дома узнали и мы тищенцы, когда зарубежные гости устроили болгарский вечер для своих русских друзей. Все ароматные национальные блюда габровцы приготовили сами на школьной кухне, а главным угощением стало, конечно же, баница. Прежде всего, что-нибудь очень вкусное надо попробовать. Внутри есть яйца, молоко, сыр, масло и мука, конечно. Очень вкусно. Как это вкусно, молодым людям предстояло оценить чуть позже. А пока в стенах Белениновской школы зазвучали болгарские песни. И, конечно, не обошлось без танцев. Надо сказать, что танцевать болгары любят, особенно водить хороводы. Поэтому неудивительно, что и в этот вечер дружный хоровод соединил два народа. Габровом победил в национальном соцопросе лучший город Болгарии. Также завоевал приз в номинации «Самый зеленый город». От природы габровцы наделены живым и веселым нравом. А их город считается столицей юмора, куда ежегодно съезжаются знатоки и ценители хороших шуток. Неудивительно, что и на вечере, устроенном в мытищинской школе, было много шуток, юмора и фокусов. Девиз никогда не унывающих габровцев. Мир выжил, потому что смеялся. Кроме подарка в виде хорошего настроения, болгары приготовили для мытищинцев еще и сувениры на память. Большое, спасибо. Но и это было не все. Настал черед и ароматных блюд – брынзом. Конечно же, блюдо с болгарским перцем и баница, о котором мы рассказывали вначале. Это очень вкусно и очень сладко. Да, ни разу такого не пробовала. Национальное блюдо. Конечно, очень интересно попробовать. Своим приездом болгарские школьники как будто добавили солнца и тепла в промозглые сентябрьские дни. И неудивительно, что прощаться с ними ученики 29-й школы не хотели. Нет, конечно нет. Ну вообще нет, уже нет. Нам очень жалко. Мы уже привыкли. То, что каждое утро мы встречаемся и вечером мы их провожаем. И уже как-то не хочется отвыкать. Впереди у молодежи интернет-общение и ожидание новых встреч и совместных проектов. Дарья Линская, Денис Корнев, Олег Степанов. Информационная программа «День». Эффективность борьбы с вирусными заболеваниями с помощью вакцинации доказана давно. Считается, что за всю историю после подачи чистой питьевой воды и утверждения обязательных правил санитарии наиболее важный успех в сохранении здоровья человечества достигла именно вакцинация. Специалисты знают о трудности постановки диагноза первого заболевания гриппом в начале эпидемиологического сезона. Ведь существует более 200 вирусов, вызывающих гриппоподобные ОРЗ. Надежный заслон для них – вовремя сделанная прививка. Каждый год с наступлением осенне-зимнего сезона возникает вероятность массового заболевания гриппом и ОРЗ. Заразиться можно в любом общественном месте и в первую очередь на своей работе. Грипп подстерегает там, где нам обязательно надо бывать каждый день. Но грипп можно и купировать, не дать ему возможности бесконтрольного распространения. Поэтому вакцинация на крупных производствах прямо на рабочем месте и ставит такой заслон. Ничего худого в этом нет. В прошлом году привили мы ползавода. Ни у кого никаких побочных эффектов не было. Сам термин «противоэпидемический барьер» в данном случае условный. Так называют Организацию защиты войск от инфекционных заболеваний. Что касается гражданского населения, то здесь защита только одна – охват как можно большего числа людей. 40% привитого населения не дадут распространяться к гриппу в данном регионе. Я считаю, что это очень нужно, вот именно прививаться. То есть по своему опыту, да? По своему опыту, да. Потому что грипп – это действительно страшная вещь. Я, правда, единственный раз в жизни болела, это было очень давно, но это было очень страшно. Поэтому лучше привиться. Прививку надо делать уже сейчас, минимум за три недели до начала эпидемического сезона. И хотя вакцинация не дает стопроцентной гарантии от самого гриппа, но на 100% защищает от его осложнений. А это особенно важно для людей пожилого возраста и детей. Сергей Берзин, Денис Корнев, информационная программа «День». В библиотеке имени Дмитрия Кедрина состоялась краеведческая встреча, посвященная 165-летию со дня рождения Николая Александровича Лукутина. Происходил он из старинного купеческого рода и стал фактически последним владельцем всемирно известного промысла. «Фидоскина» – это наш мытищинский бренд. И в советское время, и в годы без времени, в 90-е годы, и сейчас про «Фидоскина» очень много пишут, говорят. Это настоящий мытищинский бренд. Даже лаковая миниатюра называлась «Фидоскинской», а раньше она называлась «Лукутинской». Не «Фидоскинской», а «Лукутинской». И вот эта фамилия «Лукутин» пропала после революции. Только после революции. И человек этот, и не только человек, а весь этот купеческий род, был очень известный и много сделал для Москвы. Фабрику «Фидоскинской» лаковой миниатюры Николай Лукутин получил в наследство после смерти отца. Его заслуга в том, что за время своего руководства он построил новое производственное здание. Разработал и вел правила внутреннего распорядка в мастерских бумаго-лакировочного производства. Открыл на Тверской магазин лаковой миниатюры. Внес новые тематические направления. В этот период в сюжетах стали преобладать мотивы, навеянные древними былинами и сказаниями. В собственности семьи Лукутиных Фидоскинская фабрика лаковой миниатюры находилась более 85 лет. Солнце, море и великолепная архитектура. Страны Средиземноморья – неиссякаемый источник вдохновения для заслуженных художников России, братьев Максима и Сергея Сидоренко. Их пейзажи и натюрморты сейчас представлены в экспозиции Матищинской картины галереи. Накануне в выставочном пространстве провели эксперимент. Мастера рисовали на публике, чтобы зрители смогли прикоснуться к таинству искусства. Пейзажи Италии, Испании, Крыма. Свои картины братья Сидоренко пишут в путешествиях на Пленере. Изображают все, что впечатляет. Например, как это – вилла Ван Аксель Венеции. В путеводителях он является именно такой точкой, куда как бы всех пытаются туристов направить, чтобы они увидели этот шедевр. Но вот из, скажем, пяти наших посещений только однажды он был без лесов. И увидев в очередной раз, гуляя по этим нашим каналам, мелким этим улицам, мы когда увидели, что он без лесов, мы решили его написать. Написав этот этюд, опять же, гуляя по Венеции, мы вот опять же, вот раз, вроде как все стемнело, да, но вот это вот магия какая-то, вот это освещение. Эмоции, которые испытывают зрители, глядя на ту или иную достопримечательность, главное, что стремятся передать братья Сидоренко. Направление, в котором работают, сами определяют как реализм с чертами импрессионизма. Оба окончили Крымское художественное училище, затем художественный институт имени Сурикова с тех пор в искусстве всегда вместе. Братья участвуют в выставках по всей России и не только. Их картины очень полюбили в Китае. Последние несколько лет часто ездят в Гонконг и Шанхай. Недавно прилетели с выставки в Пекине. Они очень тянутся к нашему классическому искусству, пытаются научиться. У них шикарная графика, сами китайцы великолепные акварелисты, а масляная живопись для них это нечто новое. Поэтому для них принимают, они смотрят с восхищением. С восхищением в этот вечер смотрели и из зала. Руководство музея пошло на эксперимент, который стирает границы между автором и публикой. Художники писали натюрморт на глазах у зрителя. Проведение мастер-класса в рамках проведения выставки – это очень важно, это очень интересно. Это живое общение с художником, чтобы зритель задавал вопросы. В качестве зрителей – посетители выставки и ученики художественных школ. Понравилось, как они рисуют. Наверное, за счет того, что очень красиво подбирают цвета. Рисуют очень похоже, как будто это фотографии, только очень живописные. Работать под присмотром аудитории художникам не привыкать. Оба они преподают живопись студентам Московского областного университета. Юлия Федорененко, Жанна Оловянникова, Денис Корнев. Информационная программа «День». Каким должен быть настоящий отдых? Более 300 мытищенцев посчитали активным. В минувшую субботу они вышли на беговую дорожку стадиона «Торпеда». Легкоатлетический кросс – одна из обязательных норм комплекса «Готов к труду и обороне». Желающие получить золотой, серебряный или бронзовый значок могли здесь же пройти и другие необходимые для этого испытания. Мои коллеги болели за спортсменов-любителей и готовы рассказать, как прошли соревнования. Легкоатлетический кросс, стартовавший в один из выходных дней на стадионе «Торпеда», объединен около 300 мытищенцев. Каждый выбрал для себя одно из двух. Просто пробежаться теплым осенним утром рядом с такими же приверженцами здорового образа жизни или выполнить нормы комплекса «Готов к труду и обороне». При сдаче норм ГТО туда входит один из видов – это легкоатлетический кросс. Сегодня все, кто придут, сдадут этот норматив. И также в рамках нашего сегодня мероприятия у нас работает центр тестирования ГТО, где можно после сдачи легкоатлетического норматива пойти и сдать остальные нормы ГТО. Интересно, что тот, кто бежал легкоатлетический кросс для себя, ничуть не снизил общий градус спортивного азарта. Я бы хотела еще побегать. Мне очень понравилось здесь бегать. Елисей Подгрушный специально не тренировался перед тем, как выйти на эту беговую дорожку, если не считать уроки физкультуры, которые школьник никогда не пропускает. Но результатом начинающий легкоатлет, как видим, остался доволен. Стимулом выйти на беговую дорожку для старшего поколения спортсменов-любителей и профессионалов стал значок ГТО. К этому событию они, напротив, тщательно готовились. Занимаюсь уже только один месяц. Уже первый генераторский разряд. Когда мы бежали тысячу в мальчищах, я прибежала второй. Но мне очень нравится бегать. Я хожу где-то четыре недели, и это мои третьи соревнования. Я хожу две недели, вторые соревнования. Ну, вот, значок ГТО, это для вас что такое, как бы, очередная награда? Ну, для меня это что-то важное в жизни. Мне интересно просто, за сколько я добегу, и как, ну, мои способности интересны. Я тоже сняла. Я тоже сняла. К слову, дистанция была по силам всем участникам легкоатлетического кросса. Каждый преодолевал положенное ему по возрасту и получисло метров. Хорошо, что мы возвращаемся к тем истокам, советским истокам, когда на спорт обращали пристальное внимание, когда здоровью населения, молодежи, в том числе, вверяли повышенное внимание. И сегодня мы столкнулись с той хорошей ситуацией, когда народ понимает, что нужно выходить на беговые дорожки, в том числе. Ранее, во время других массовых мероприятий, еще тысячи жителей городского округа Матищи сдали нормы комплекса ГТО. Для тех, кто пока не уверен в своих силах, спортивные праздники, в том числе этот легкоатлетический кросс, становятся хорошей возможностью подготовиться к важному старту. Надежда Трифонова, Денис Петров, информационная программа «День». А на этом я с вами прощаюсь. Еще больше информации на сайте Первого Матищинского. А также подписывайтесь на нашу страничку в Инстаграм. Далее вас ждет прогноз погоды. Оставайтесь с нами. Оплачивай проезд банковскими картами во всех видах общественного транспорта Московской области. Ваша карта всего лишь должна быть оснащена чипом или технологией бесконтактной оплаты. К оплате принимаются карты любого банка. Поднесите карту к терминалу и удерживайте до сигнала об оплате. Я боюсь сдавать экзамены. Сейчас все говорят, учись, учись, иначе ничего не достигнешь. Вся жизнь нацелена на ЕГЭ. Такое ощущение, как будто ЕГЭ – это самое главное в нашей жизни. Если я не сдам ЕГЭ, то весь мир вухнет. В общем-то, я боюсь разволноваться, растеряться, ничего не написать. Тогда я получу низкий балл. И я не поступлю в хороший ВУЗ. Что тогда? Я ничего не достигла? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не ставь в холодильник горячее блюдо. Еду охлаждать нелегко ему будет. И с этой минуты, запомни, пойдет электроэнергия и перерасход. А если ты свой холодильник оставишь надолго открытым, то снова заставишься двойной силой трудиться его. Полезного в этом опять ничего. Из этих примеров наглядных простых, многие сделали вывод. А ты? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok